Нам вовремя напомнили про запись, я ее включил. Пусть не с самого начала, но тем не менее. Итак, ну и давайте, собственно, продолжим про эмоции. С точки зрения распознавания эмоций, ну, понятное дело, существует огромное количество способов там их называть, да, к ним подходить, но нам нравится, и мы не то чтобы там на этом настаиваем, но из-за всех сил предлагаем рассмотреть, да, рассмотреть подход к эмоциям, который сформулировал, описал в своей книгах Пол Эггман, который говорит о, который говорит фактически о, ну, для начала, о различии между эмоциями и состояниями, что тоже является, является достаточно полезной мыслью. И вводит понятие сигнальных эмоций, то есть эмоции, которые очень короткие, мелькают буквально там доли секунды, но зато они очень и очень показательные, они очень четкие, они практически у всех людей одинаковые. И они действительно, действительно хорошо показывают реальные отношения человека к происходящему. Ну, если говорить о сигнальных эмоциях, да, то мы, опять же, уточним, да, такой момент, что наше невербальное поведение, да, и наши эмоции как элемент невербального поведения, это первая сигнальная система, да, это вот первое, с чего начинается коммуникация в биологическом мире, и особенно эта система начинает работать в социальных группах, да, и Пол Эггман в своих исследованиях уже опирался, в том числе есть у него данные по исследованиям высших приматов, да, и он говорил о том, что, в принципе, вот те самые сигнальные эмоции, как база невербального общения, как сигнал, ну, уже достаточно хорошо развиты и присутствуют, да, и там речь является второй сигнальной системой, вот. Хорошо, если эмоции и речь соответствуют друг другу, но так бывает навсегда, поэтому нам очень важно уметь видеть эмоции, да, уметь их распознавать, да, и у других людей, да, и у себя, да, чтобы выдать в ответ адекватную эмоцию, вот. Вот этот момент, он важен, потому что сигнальные эмоции, как базовые, они завязаны в том числе на биохимию организма, и там, что называется, подделать эмоцию очень тяжело, вот, то есть этому прямо нужно учиться и учиться, да, как обмануть полиграф. Вот, и, собственно, здесь на слайде те самые семь эмоций. Семь эмоций, ну, названия их не подписаны, потому что они красиво не влезли. Какой ты честный, Андрей. Вот, ну, я осваиваю эту визуальную сферу, да, чтобы все было, как бы, красиво и поменьше информации, и, по-моему, основное здесь написано, но я думаю, что это, наверное, в том числе является, ну, является как раз хорошим, да, сейчас будем выдавать нужду за благость, да, то есть название... Находить ресурсы, да, в ограничениях. Да, тут как раз-таки в чем прикол, да, многие люди понимают, что происходит, глядя на лицо другого человека, но вот в словах расходятся. То есть мы смотрим на лицо человека и начинаем говорить какие-то слова о том, что нам кажется, каким происходят, и это на уровне слов часто не совпадает. То есть мы многократно проводили вот эти вот исследования на наших курсах хронотипрактик, мы просим людей различить два разных состояния, и все прекрасно различаются. И вся группа спокойно калибрует, да, что это вот одно состояние, это другое. Когда мы просим их назвать, обозвать словами, то начинаются там такие расхождения, что даже никакого смысла нет. Нам не всегда хватает... Ой, прости, Андрей, пожалуйста, я думала, ты сделал паузу. Нам не всегда хватает ярлыков для обозначения тех или иных сигналов, которые мы наблюдаем у другого человека. И даже если мы просто вспомним, да, со словом радость, мы можем ассоциировать огромное количество ситуаций, но при этом мы можем понимать, что в одной ситуации это радость одна, а в другой ситуации это тоже радость, но она другая. Мы это видим, да, люди начинают говорить, ну, я там внутром чувствую, да, но тем не менее, а называется все это одним словом радость. И вот, кстати, бывают моменты уже такие, когда серьезные, да, нарушения, когда есть вот связка, да, которая, ну, как сказать, неконкурентная, да. Например, если ребенку там строгим голосом говорить о том, что, ой, посмотри, как вот все хорошо происходит, это вот радость, да, вот мы все радуемся, да. Да, ребенок будет просто знать, что когда я вижу хмурое лицо мамы, это радость, это основа шизофреногенных, да, стратегий, когда ребенок в дальнейшем будет вот так вот ошибочно калибровать. Фактически это просто неверное навешивание ярлыка на сигнальную эмоцию. Вот, поэтому нам важно понимать, что есть некоторые состояния, которые транслируются невербально, и при этом есть вторая часть, это вербально, и нам очень важно понимать, что иногда нам нужно остановиться, не навешивать привычный ярлык, а еще раз пересмотреть, да, как я вот называю то, что я сейчас вижу. Поэтому мы вот по вот этим базовым эмоциям, которые, ну, по большому счету, в конечном итоге можно из них выводить уже и состояние на их основе, но нас они в первую очередь, давайте, будут интересовать как эмоции сигнальны. То есть мы видим, что мелькнуло, ну, давайте я просто по ним пройдусь, да, наверное, там вот слева направо, сверху вниз, да, мелькнула вот такая вот улыбка со щелочками, там, с гусиными лапками, она мелькнула в ответ на то, что человек что-то увидел, да, или там что-то получил. Эмоция, ну, да, это как бы радость, но слов много, а смысл один. Неожиданное удовлетворение ценностей. То есть что-то хорошее для человека случилось, когда он этого не ожидал. То есть если человек ожидал, и оно случилось, даже хорошей радости не будет. То есть будет удовлетворение, там, что-то еще, то есть более сложные эмоции. Радости как сигнальной эмоции не будет, да, Андрей? Да, не будет как сигнальной. Не будет вот той самой там, то есть той самой внутренней биологии, которая там запрыгала и забила в ладошки, да, типа там, ай-ай, хорошо, хорошо, конкретно, да. Если вы видите там, ну, не знаю, в переговорах, да, в ответ на ваше предложение вы видите мелькнувшую радость, это значит ровно одно. Вы предложили то, на что человек не рассчитывал. Ну, как бы, хорошее и важное для него. То есть все, что дальше там будет вокруг говориться, это уже слова, но продемонстрировано было эмоцией. Именно неожиданное, именно хорошее. Анна? Сейчас я включу. А может быть человек просто хорошо воспитан на переговорах улыбается? А, там нельзя быть настолько хорошо воспитанным, чтобы честно показывать микроэмоцию. То есть сделать вот эти вот все напряжения на долю секунды, это надо быть не воспитанным, а это надо быть хорошо подготовленным. Хорошо обученным. Вот я тоже хотела это сказать. Вот за каждой вот такой эмоцией, сигнальной, да, вот за каждой сигнальной эмоцией стоит, как Андрей сказал, свой рисунок мышечного напряжения, да, то есть мышцы какие-то там сокращаются, приподнимаются, растягиваются. И вот когда вы этот рисунок видите, вот прям вы его откалибровали, да, это значит, что вы точно попали. Ну, например, если человек не показывает этого рисунка, да, то есть он его не проживает, соответственно, он демонстрировать может какую-то эмоцию, но на самом деле нет. И тогда мы можем сказать, да, это вежливая улыбка, это улыбка воспитанного человека. И мы чувствуем, да, опять же возвращаемся к идее того, что, ну, мы там на самом деле, там наш мозг понимает, где вот истинная эмоция, да, а где показанная, да, фальшивая эмоция. Вот, но понятно, что на каком-то уровне, да, мы все-таки развиваем наш мозг, развиваем сознательное мышление, и на этом этапе, на этом уровне могут происходить ошибки, да, когда мозгу говорят, видишь вот это, а считай, что это вот это, да. Человек начинает верить словам, а не тому, что там на самом деле он воспринимает. Понятно. Попытки радость показать специально, да, они, как правило, приводят к тому, что либо получается вот эта вот улыбка, как она, американская, да, когда здесь ничего не меняется, просто, как бы, просто скалим зубы, да. Холодные глаза, глаза у него не улыбаются, говорим. Либо, либо если долго... Можно ли в связи с этим сказать... Ой, извини, пожалуйста, можно ли в связи с этим сказать, что хорошо сначала работает в переговорах, к примеру, этот small talk, когда мы можем, ну, как бы, естественные реакции немножко понаблюдать человека, да, запомнить его искренне, например, какое-то выражение лица, и потом заметить его же уже в одержании. Здесь, скорее, давайте так, скорее, наверное, не естественные эмоции, а просто там базовое состояние лица. То есть у кого-то там свои личные зажимы, что-то еще, то есть есть несколько программ в интернете, которые для распознавания вот этих вот базовых эмоций. Часть из них с одним лицом, а вот здесь одна прикольная программа, где много разных лиц. И там, как бы, китаец, например, который улыбается, это не то же самое, что русский, который улыбается. То есть меняется конструкция класс, да, но китаец, она изначально другая. Напишите название программным? Да, да. Да, да. Вот и к вопросу, да, о том, что отследить, отследить, откалибровать базовую, привычную, да, эмоциональную стратегию человека. Да, есть такое, да, когда мы можем посмотреть на человека, и, например, он выглядит грустным всегда, хотя мы понимаем, что у него бывает, ну, разное состояние, разное настроение, но вот почему-то эмоция там грусти вот как бы впечаталась, да, или человек вот всегда ходит там с гневным выражением лица. Это говорит только о том, что с детства ребенок понимает, да, что какая-то реакция в коммуникации с родителями, она дает больше эффект. Ну, например, если можно там потребовать, да, и через гнев и там скандалы, топание кулаками, да, там можно получить больше, да, соответственно, мозг очень быстро поймет, что, о, это дает результат, да, и будет эту стратегию просто чаще запускать, чем остальные, да, но это будет все равно, ну, такой, такая естественная для него стратегия, и так как эти вещи мало осознаются в альфинии, соответственно, они и мало управляются, да, то есть человек, например, который не отслеживает, как он там реагирует, он не сможет подделать, если он специально не прорабатывал эту тему, ну, даже, опять же, если прорабатывал уровень нашего внимания, концентрация внимания очень низка, да, то есть там, чтобы удерживать нужную эмоцию, там, да, даже больше, там, 10 секунд, это прям, ну, круто. Ну что, идем, идем быстренько дальше по эмоциям, да. Следующее, опять же, мы, мы можем и, там, отчасти должны назвать ее печалью, хотя, повторюсь, там, слов, может быть, много всяких раз, но смысл, смысл следующей вот этой вот эмоции, это окончательная утрата какой-то ценности, причем я повторюсь, именно окончательно, то есть когда человек реально понял, что это больше не вернется, да, этого больше там никогда не случится. То есть чаще всего, чаще всего, конечно, при смотрении в прошлое это все появляется, да, то есть там максимально большое количество того, что уже не вернется находится в прошлом, вот, поэтому люди, которые слишком часто туда смотрят, склонны, вот, к эмоции печали. Но в живом, в живом контексте, да, в живом, в живых переговорах, в живом общении, если вы сказали, что чего-то, например, нельзя, и сказали уверенно, что чего-то нельзя, человек это рассчитывал, в этот момент возникнет печаль. Честно, действительно, вам поверил, что этого больше нельзя, да. Субъективное ощущение, да. Если вы упоминаете, например, что-то хорошее, а в ответ вы видите у человека вот мелькнувшую печаль, это значит, что, скорее всего, человек для себя в это не верит. Вот, и в этот момент это можно ему начать продавать. Ну, то есть это хорошо для него, это ценность, да, но он не верит, что это можно вернуть. Вот, если вы удивительно покажете, что это можно вернуть и вернете, вы будете очень хороший для него человек, вот, который вернул счастливое прошлое, да. Следующая, следующая эмоция, ну, опять же, гнев, да. Ну, общее название, но смысл. Преодолимая угроза ценности. То есть человек видит угрозу. Человек видит, что чему-то важному для него где-то, где-то что-то или кто-то угрожает. Но при этом он совершенно точно видит и уверен, что он это может, ну, предотвратить, да, он может защитить ценность. То есть это гнев, эмоция тоже, ну, как бы эмоция от, да, то есть это эмоция, эмоция отрицательной мотивации, эмоция, там, спасение ситуации, там, эмоция борьбы против чего-то, но активной, уверенной в себе. И сразу следующее, давайте, они очень прикольно их рассматривать вместе. Следующее, ну, страх, тревога, да, если угодно. Непреодолимая угроза ценности. То есть то же самое, есть ценность, то же самое, есть угроза, но нет уверенности в своих силах, в том, что от этого можно защититься. И вот в этом месте очень, очень удобно в том числе говорить как раз-таки о том, о том, вот что эмоции показывают, да, показывают большее относительно происходящего, относительно человека. И страх, и гнев отличаются фактически. То есть вот смотрите, внешняя ситуация, там почти одна и так, да, есть ценность, есть угроза, но вот внутренняя разная. Я либо верю в свои силы, либо нет. То есть эмоции, и вот это важно сказать, эмоции являются свидетельствами субъективного взгляда. Мы об этом чуть позже, чуть позже деталей, когда, но если я не верю, что я справлюсь, и я вижу угрозу, будет страх. Если я верю, будет гнев. При этом и то, и другое может быть неадекватно. Если человек неадекватно уверен в том, что он со всем может справиться, то он будет воевать натурально со всем, что считают угрозой. Если человек неадекватно уверен, что он не справится, он будет бояться всего. Фактически вот та самая неуверенность в себе будет вызывать такую эмоцию, как сигнальную базу. Соответственно, здесь тоже, в чем разница? Если в ответ на озвучивание какой-то угрозы мы видим у человека гнев, то ему можно, грубо говоря, продать какой-то инструмент. Вот я в кавычках говорю продать, да, но просто. То есть человек уверен, что он сейчас, он гнев, это значит, он готов побежать и с этим справляться. Поэтому мы ему говорим, вот тебе пистолет, а то и сильнее стреляет, беги и справляйся, да. Или там, вот там клиенты теряются, там, продажи падают, у нас в гнев падает, ну вот там тебе, короче, там, CRM, давай иди рули, там, CRM, все нормально. Сюнь, сейчас пойдет. Да, вот тоже такой, да, такой важный момент. Вот Андрей упомянул, что эта мотивация гнева, это отрицательная мотивация, да, это действительно так. Но эта отрицательная мотивация дает возможность достигать цели и перенаправить вот эту энергию активности на мотивацию к, да. Но прежде чем ее туда направлять, вот, к, нужно, чтобы она вообще включилась, да, нужно, чтобы организм, ну, вот прям почувствовал силу, энергию, которую можно в дальнейшем уже канализировать, да, то есть, поэтому мы, когда описываем эмоции, нам говорят, вот положительные эмоции, вот отрицательные, никакая эмоция не является ни положительной, ни отрицательной. Каждая эмоция имеет, ну, свой ресурс и свой нересурс, и в зависимости от контекста она, ну, хороша или, например, неуместна. Если вы понимаете сильные и слабые стороны каждой из эмоций, вы тогда начинаете пользоваться полным вообще арсеналом внутренних, ну, состояний, которые запускаются с помощью биохимии в том числе, да, и управляете этими состояниями, и получаете доступ к внутренним ресурсам. И, ну, завершая здесь, да, со страхом, если говоря, скажем, о какой-то угрозе, мы видим, что у человека мелькает страх, это значит, он не побежит с этой угрозой бороться, он в это не верит, а значит, тогда, значит, нужно за него бежать. То есть, мы ему говорим, типа, там, вот, там, ужасные болезни подстерегают, там, ну, классическая реклама, вот, хроматистическая, там, простуды подстерегают на каждом сагу, типа, там, вот, там, хагоцелл поможет, то есть, не купи его, чтобы, там, спасти, там, ну, в смысле, чтобы, там, быть здоровее, или что-то еще, нет, не ты ничего делаешь, ты только покупаешь, заслал денег к хагоцеллу, все, хагоцелл поможет, он сам там побежит, пойдет, сделает, то есть, фактически, им продают спасение чужими руками от этой самой угрозы. Поэтому, сначала угрозу продают, да, а потом продают спасение чужими руками. Нормально, а человек сидит, ну, и только там, ну, да, совершенно верно, если человек не осознает, вот эти, ой, Андрей, прости, у меня немножечко, бывает, подвисает, видео, я, видимо, это немножко прервала тебя, вот, если человек не осознает своих стратегий, то продавать ему на, на его тревогу, можно действительно, все, что угодно, вот, это прям нормальная такая эмоция, для продаж, вот, ну, например, если человек осознает свои стратегии, то это значит, что он становится на каком-то уровне для себя хорошим риск-менеджером, да, если он, например, может предвидеть какие-то, ну, угрозы, с которыми он пока не знает, как справиться, это значит, у него появляется возможность создать план А, Б, С, Д, ну, столько, сколько нужно, чтобы запустить, ну, спокойствие, а на самом деле зачастую там достаточно одного, ну, там, альтернативного, ну, может быть, двух альтернативных планов, если очень тревожный человек, вот, но это как раз-таки дает стабильное спокойствие, да, и вот такая аналитика происходит. А Анна пишет в чат вопрос спин, можно сказать, что да, там у спина есть элемент, когда мы актуализируем вот эти вот самые сложности, проблемы, просто вопрос в том, что, ну, вроде бы как грамотный спин, он не должен догонять людей там в ужас и в страхе, да, просто там прошлись по проблемам, мы перешли к решению, да, но, в принципе, там некоторые, скорее, наверное, не спин, а то, что называется, есть там такая, есть такая технология написания продающих текстов, там, боль, больше боли, надежда, спасение, да, это не спин, это сильнее, ну, то есть, так вот, вот это вот, не помню, как она точно называется в аббревиатуре, мы ее, она у нас сохранена там среди остальных написаний текстов, вот, движемся дальше, следующая, следующая эмоция, ну, вообще удивление, конечно же, так, ну, хотя повторюсь, слов может быть много, а вот по смыслу, факт, не существующий в модели мира, то есть, и здесь тоже очень важные слова, то есть, во-первых, факт, то есть, от этого не отмахнешься, это произошло реально, и оно, как это, оно не могло здесь произойти, да, то есть, что-то, что-то, чего в модели мира человека просто здесь не может существовать, тем не менее, произошло совершенно точно есть, то есть, и не отмахнешься, и не готов к этому небу, То есть самая сложная эмоция для того, чтобы ее показывать, потому что фактически эмоция удивления является микротрансом, и за доли секунды полностью расслабить все лицевые мышцы, это где-то полтора года, наверное, надо тренироваться в медитации, в гипнозе и всем остальном. Действительно, можно было такое сыграть, причем в долю секунды. Удивление самое честное, да, и самая такая эмоция. И поэтому, если вы видите, что вам человек рассказывает о чем-то и делает круглые глаза, и приоткрыт у него рот, и это длится больше, чем несколько долей секунды, это значит, что человек вам демонстрирует удивление. То есть он, когда впервые с ним это произошло, он тогда удивился. Но сейчас, когда он вам, может быть, уже десятому человеку рассказывает с одним и тем же выражением лица, здесь уже нет удивления. У него этот факт уже встроен в его картину мира, и, скорее всего, это удивление уже перешло в какую-то другую эмоцию, которая будет сквозить в словах. Например, если факт оказался неожиданно приятным, то после удивления возникнет радость. Если факт оказался неожиданной угрозой, которую нужно и можно предотвратить, то человек будет рассказывать об этом факте с удивлением и гневом, то есть демонстрировать удивление и гнев. То есть удивление очень быстро мелькает и очень быстро переходит в любую другую эмоцию, которая уже каким-то образом оценивается относительно значимого критерия. Следующая, следующая эмоция, ну, вообще отвращение, ну, она как-то еще и по-другому называется, я просто не помню. Вот. Нарушение сверхважной ценности. Ну, либо, если прям говорить словами Пола Эхмана, нарушение значимого ассоциированного критерия. То есть надо пояснить, что происходит, ну, что это все значит, да? Вот идея сверхважной ценности, это более-менее понятно, но идея ассоциирована, она даже еще лучше. То есть когда какая-то ценность, да когда что-то в мире человека становится фактически настолько важным, что является базисом личности человека. То есть человек из, например, политических предпочтений выводит уже собственную идентичность, собственное я и строит на этом всю свою жизнь. И тогда факт столкновения с другими политическими предпочтениями для него является, ну, практически биологические отторжения вызывают. Вот то самое отвращение. То есть если мы говорим о биологии эмоции, то вообще отвращение это вот мы берем, ну, несвежее, несвежее что-то, да? Там древняя обезьянка берет мне свежий банан, подносит его, нюхает, фуговый обезьянка и выкидывает. Остальные видят фугу, понимают, что банан больше не надо трогать, да, и все нормально. Но человек, он сложнее обезьянки, поэтому человек, например, взял себе в голову, да, на уровень биологии столкнул, например, любимую футбольную команду, да, любимую партию и любимый стиль одежды. Вывел из этого собственное я, почти биологическое. И теперь он идет по рынку, например, и видит одежду, которая резко нарушает его стиль одевания. Это то же самое, что обезьянка видит испорченный банан, фу, говорит он, он видит человека, который придерживается других политических взглядов, это фу, да? Вот, то есть эмоция показывает нам, показывает нам, что мы увидели критерий, с которым человек иногда в жизни не расстанется. Ну, по крайней мере, там, до какой-нибудь серьезной психотерапии, до такого уровня работы. Ну, да, это, таких людей называют принципиальными, то есть контекст принципиальности может быть разный, но это, если человек с чем-то себя ассоциировал, фактически он ассоциировал свою жизнь с этим элементом или с этим символом, и он очень негибок, да. И вот, в принципе, да, тоже нужно понимать, что человек как существо, там, социальное, ну, там, с точки зрения биологии, ассоциированная ценность жизни, она однозначно позволяет выживать, да. Вот, а ассоциированные абстрактные социальные ценности, они как бы уже из другой плоскости, тем не менее, они существуют и позволяют человеку выживать на уровне социума. Поэтому некоторая база системных ценностей, которые дают человеку стабильность, она в любом случае будет присутствовать так или иначе, вот, и это будет вполне себе адекватно, да, потому что человеку все равно нужны какие-то критерии, на основании которых он, ну, делает выбор, да, там, чем он будет заниматься, чем он не будет заниматься, что он будет носить, там, с кем он будет общаться, там, или не будет общаться. Вот, все равно нужны вот эти самые критерии, и опять же, мы помним, просто это все должно быть в балансе, да, и эти вещи просто нужно осознавать. Если вы в каком-то, например, разговоре, да, что-то упомянули при человеке, да, и он показал отвращение, ну, не упоминайте больше это, да, постарайтесь не ассоциироваться с этим, да, постарайтесь больше это не доставать, если не хотите, чтобы это отвращение перешло, собственно говоря, там, на вас, да. Ну, и последняя, последняя эмоция, ну, наверное, в этом ряду она немножечко выбивается, она как бы не настолько биологична, как остальные, эмоция презрения, она ценна, она полезна для рассмотрения, она является сложной, все-таки и отчасти составной. Ну, она не биологична, это действительно так, но она очень социальна, и поэтому она все равно относена к базовым сигнальным эмоциям. Вот, я отвлекусь чуть-чуть, да, у нас большой вопрос в чате, что такое эмоциональный интеллект, немножко тронули, потом ушли. Вот, ну, Дмитрий, я просто чуть-чуть напомню, давайте, чтобы, может быть, нам нить удержать, да, если честно, вот здесь вот я даже, наверное, это, как это, рискнул, да, мне не очень нравится, может быть, Дмитрий, как и вам, слово эмоциональный интеллект. Я считаю не очень правильным совмещение этих двух слов, но эта фраза является устойчивой, то есть и идея, которая за ним стоит, это вот мы ее выписали, вот этих самых четырех штучек, да, это и понимание эмоций, и состояние, управление ими, и использование, и влияние, именно об этом мы и говорим. То есть, хотя название эмоциональный интеллект, повторюсь. Ну, это противоречие, ну, вот, если по смеху слов, да, тем не менее, мы не можем игнорировать, да, это устойчивое выражение, вот, и просто должны учитывать вот этот факт, тем не менее, давая описание того, чем наполнена вот эта структура, да, а по большому счету, это стратегии распознавания реакций, трансформаций собственных эмоций и умение эти эмоции отслеживать и канализировать и в других людях тоже. Вот, и завершая, собственно, с эмоцией, завершая с эмоциями, завершая с этим самым презрением, эмоция сравнения, эмоция показывающая сравнение, причем сравнение всегда в пользу человека. То есть, как только вы, например, о чем-то сказали человеку и увидели в ответ презрение, то есть, у человека есть что-то лучшее, он знает что-то лучшее, вы сделали какое-то предложение, там, ну, то есть, такая-то услуга, такая-то стоимость. Человек показал вам кривую ухмылочку, будьте уверены, у него либо есть предложение получше, да, там, либо он сам знает, как это сделать, или что в таком духе. Вот. Отчасти можно считать, что эмоция презрения является смесью двух разных эмоций, то есть, как если бы я половинкой себя за себя хорошая испытывал, да, половинкой бы, там, за других, ну, например, не очень хорошая, да. То есть, что-то такое случилось, что для всех ничего не дало, а для меня радость дало. И тогда у меня будет улыбка такая на одну половинку, да, то есть, я за себя радуюсь, а остальных, ну, как бы, спокойно, да. Или, например, я внезапно узнал, что у всех все кончилось, а у меня осталось, да. Вот. Ну, тогда я за себя спокоен, там, ну, а за других уголок чуть-чуть вниз чуть попечалился. То есть, любые перекосы в лице, да, это признак того, что человек что-то с чем-то сравнивает. Можно переходить ко всякой разной, там, детальной, детальной аналитике, детального прояснения. Вот. То есть, если вы делаете такому человеку какое-то предложение, и вы видите эмоцию презрения, это значит, что в этот момент он, возможно, овладеет информацией, о которой вы не упомянули, и он думает, что вы об этом не знаете, либо он действительно владеет гораздо большим объемом информации относительно предмета, по которому вы общаетесь. Вот. Фактически, эмоция презрения, она является с некоторой точки зрения, ну, экспертной оценкой, да, то есть, когда человек понимает, что происходит, и он всегда выигрыш. Соответственно, если человек оценивает ситуацию не в свою пользу, то эмоции презрения не возникнет. Возникнет все, что угодно, да, там, печаль, может быть, возникнет, гнев, там, страх, ну, и так далее, да, эмоции презрения, ее не будут. Ну что, движемся чуть дальше. Следующий важный вопрос, который регулярно возникает, называется «Как управлять своими эмоциями?» И на него есть очень хороший ответ. Мы его подготовили. Собственно, он говорит о том, что вот этими самыми сигнальными эмоциями управлять нельзя. Управлять сигнальными эмоциями можно только через управление своим мировоззрением, то есть, той самой картиной мира и теми самыми факторами. То есть, почему человек испытывает радость, например, ну, в какой-то ситуации, да, потому что он здесь, может быть, планов не строил, да, поэтому для него все неожиданно. Потому что у него мировоззрение позитивное, и он, в принципе, видит плюсы, больше, чем минусы, да. Почему, вот, опять же, да, почему вот мы говорили про гнев и страх? Почему человек испытывает в одних и тех же условиях либо гнев, либо страх? Потому что у него в картине мира его, либо написано, что ты все можешь, либо написано, что ты ничего не можешь, да. И вот с помощью этого, с помощью управления фактическими убеждениями мы можем управлять, вот, и вот теми самыми эмоциями, но не напрямую. А дальше, когда нам попадают те самые, там, факты внешнего мира, эмоция мелькнула быстро, чтобы просто показать, что происходит, и запустить у нас вот те самые гормональные, да, и прочие, там, биохимические процессы, которые уже превращаются в состояние, из которых мы начинаем что-то делать, там, привычно или выходить из них, да, или, там, в них действовать, или как-то их анализировать. И отчасти мы умеем управлять этими самыми состояниями. То есть, ну, тут, тут, наверное, куча и простых человеческих примеров, да, и всяких разных психотехник, там, из того же самого НЛП, да. Если там, если ты боишься, что нужно сделать? Ну, там, поприседать, что-то подышать, да, какие-то такие рекомендации. Там, если ты в гневе, и тебе надо этот самый, там, гнев убрать, как состояние уже, тоже, там, нужно что-то такое поделать, да, там, достаточно активно позаниматься какой-нибудь психотехой, чтобы ты умеешь вот этот, там, адреналин, да, там, можно скинуть. Вот, соответственно, там, такого рода есть и, наверное, для всех, ну, для всех состояний, да, их как бы снижать. Плюс есть, плюс есть техники, я думаю, мы о них кусочками чуть попозже скажем. Сначала по, как-то, по базовой, по базовым, наверное, вопросам каким-то. Вот. Что следующее у нас? Ну, кстати, вот, на данный момент, да, на данный момент есть ли вопросы? Потому что я попробовала зайти в чат, у меня, видимо, не происходит обновление. Вот. Андрей, посмотри, пожалуйста. Ну, я смотрел, как бы, я, то, что там происходит, я на это сразу все реагировал. Вот, как бы, то, что Дмитрий писал, то есть, в принципе, все нормально. Давайте перейдем немножечко к управлению, к управлению эмоциями. Вот. И здесь, наверное, уже отчасти, отчасти, в том числе, к влиянию на других людей, то есть, на их эмоциональное состояние. Через, там, через какие-то тоже, там, описания, да, через описание мира, там, в том числе. Ну, то есть, вот она и есть такая, есть такая замечательная картинка. Картинка показывает, ну, как бы, пути, что ли, перехода эмоций. Какие эмоции, в какие достаточно легко переходят. Обратите внимание, что гнев находится в серединке. То есть, как только мы к человеку подходим с эмоцией полярной, мы вызываем этот самый гнев. Вот я даже нарисовал примерчик из двух. Два примера, да, синенький, там, и оранженький. Вот сидит человек печальный, да, печальный, ну, потому что там все плохо, потому что все пропало, да, и поэтому он печалится. И тут к нему подбегает радостный человек и говорит, вот я даже правду написал, что он ему говорит, да, там, давай взбодрись, смотри весь плей, больше позитива там. Вот, и в ответ, конечно, дело, печальный человек переходит, переходит в гнев, чтобы вот этого товарища убрать из поля зрения. Ровно то же самое. Самый вот простой пример, я, наверное, возьму такой пример, ну, очень сильный, да, например, если человек находится, ну, не просто в печали, да, ну, а действительно он где-то в прошлом потерял какие-то свои важные ценности там. Ну, может быть, отношения, может быть, там, значимые для себя какие-то моменты, вещи в жизни, да, и это действительно для человека является ценностью, которая утрачена, в его субъективном восприятии оно утрачено. Вот, и если человек в позитиве к нему подойдет, скажет, да ладно, зачем, что ты печалишься, взбодрись, вот это действительно способно вызвать гнев, да, то есть если человек там, ну, просто взгрустнулась, там, дождик пошел, да, может, и не сработает, но если мы говорим действительно о ценностях, то, да, вот эти стратегии начинают прям работать очень хорошо. При этом ровно то же самое происходит в обратную сторону, да, сидит радостный человек, потому что у него все классно получилось, само собой, да, сидит, но он счастлив, и к нему подходит вот печально и начинает вот ему другое, типа там, а сколько там ты на попытках потеряла, да, там, а вот там, а вообще там в конце концов, там, вот там прошлое, и годы проходят, ты все это занимаешься елндой, да, и он то же самое как раз-таки огребает гнев. Да, возникает угроза значимому критерию, да, значимой ценности, ты что, все-все классно, а ты хочешь у меня это отнять, да, гнев начинает там включаться для защиты, вот, а, кстати, может, да, и страх включиться, тоже вот как бы понимаем на этот момент, да. И здесь, и здесь вот мы как раз возвращаемся к вот этой вот картиночке, переходы, нет, если нам надо вызвать гнев, без вопросов, да, мы включаем противоположные эмоции и получаем провокативные какие-то коммуникации, да, если она нам зачем-то нужна, вот, но если нам нужно как бы более, более ровно, что ли, идти, когда мы здесь идем, ну, по кругу, да, то есть печаль, печаль перевести во что, ну, фактически печаль, например, не очень сложно перевести в страх, потому что там, ну, ладно, как бы, что ты, грубо говоря, там, ты, конечно, потерял, там, ну, тут у нас как бы угрозы, тут можно еще много чего потерять, да, как бы эта жизнь-то не остановилась на этих потерях, к сожалению. То есть страх, печаль перевести очень легко, просто и достаточно, достаточно адекватно этот переход происходит. После чего из страха, который, в принципе, получается, обращен в будущее, да, его, в общем-то, несложно перевести в удивление. То, что вместе с угрозами идут и новые штуки, вот эти, вот эти, смотри, вот так, вот так, вот так, что-то, ух ты, вот, а уже потом вот это самое, ух ты, перевести в радость можно. То есть найдя хорошее, ух ты, найдя то самое, чего не было, но то, что действительно принесло что-то хорошее с собой. И вот уже человек, там, ни разу не гневаясь, да, там, не кидаясь на нас с кулаками, да, начал, начал все равно радоваться. Да, нам пришлось чуточку больше с этим повозиться, может быть, но, тем не менее, пожалуйста. Ну, можно и в другую сторону, вот. Вот, здесь, собственно говоря, вот тоже одна из, один из примеров вот такого управления. Ну, здесь из страха. Ой, из удивления, наоборот, перевели в страх, и из страха, и из страха печаль. Тоже, причем, вот, ну, как бы, с некоторыми, с некоторыми тоже вопросиками, да, как бы их можно было задавать. Вот, что, что дальше, и вот это, да, и про себя, и про других, то есть, и, если нам нужна сейчас какая-то эмоция, да, если нам нужно какую-то эмоцию перейти, потому что она нам почему-то полезна, да, то мы вспоминаем об этом, нужно работать с картиной мира. Так, давайте тогда начнем сами себе задавать правильные вопросы, ставить правильные вопросы, да, удерживать, фиксировать внимание на нужных элементах вот той самой, там, карты мира и происходящего, и мы придем к тому, что у нас эта эмоция будет чаще. Ну, и другим, и себе, да, и то, и то, и другое. Вот, если говорить о, если говорить о предпочтениях, то есть тоже, то, что мы, ну, и не только мы, да, то, что как бы называется в современном мире новомодным словом профайлит. Давайте отчасти коснемся и вот этого тоже, да, вот что, о чем нам говорит, например, тот факт, да, что у человека на лице в спокойном состоянии, например, есть вот эти вот морщинки радостные, да, всегда легкая полуулыбка, всегда приподнятые щеки, то есть, ну, есть напряжение и морщины, соответствующие какой-то эмоции. То есть, это чисто статистическое наблюдение, это значит, человек часто радует, что является логичным. Там как раз-таки два варианта, которые поддерживают мышечный рисунок, да, это либо, как это, то, что называется, зажимы, мышечные зажимы формируются, либо эти мышцы, отвечающие за этот рисунок, прокачаны, хорошо прокачаны, и поэтому вот эту такую маску, да, или мышечный рисунок можно видеть. А дальше очень простой вопрос. Если по лицу человека мы видим, что фактически, статистически, он часто испытывает радость, то у нас очень простой вопрос, а почему он часто испытывает радость? Если он так живет, что ему там каждый день тащат подарки там и все остальное, да, окей, у него есть прям конкретные поводы испытывать радость. А если он, в общем-то, по всем, скажем, объективным критериям живет примерно в том же самом мире, что и мы, да, но явным образом испытывает радость чаще, что-то он часто радуется бы, нет, а он радуется, да? Да, ну, здесь мы, кстати говоря, прям нормально попадаем вот в те самые поговорки, в том числе, пословицы, да, смех без причины, да, признак кого, да, то есть, ну, что-то с человеком не в порядке, что он так часто радуется. Но здесь мы можем, мы можем прям даже сказать, в чем именно, ну, не в порядке в кавычках, да, не будем всех грести под, но что нужно, чтобы радоваться? Два варианта, ну, точнее, два элемента, да, позитивное мировоззрение и плохое планирование, ну, или там, как это, память плохая, внимание плохое, да, то есть, если я ставлю цели, если я о них помню, да, если у меня там... очень много в этом мире, то, на что мы просто не смотрим, да, то, что мы игнорируем и живем в привычном формате восприятия. Вот, поэтому, ну, тренировать, расширять свою картину мира там, это очень, как бы, хорошо полезно, потому что в том числе и поддерживает стратегию личного обучения. Следующая эмоция — это отвращение, да, ну, тоже на нем мы так вот достаточно хорошо поговорили подробно. Отвращение — это основа некоторой стабильной системы ценностей, с которой человек ассоциирован. И если у человека жизнь идет, там, своим чередом, и, например, очень мало в ней происходит каких-то изменений, то, в принципе, человек в своей системе ценностей может, ну, сохранять эту стабильность, и ничто не угрожает этой системе. Вот, но с другой стороны позволяет человеку чувствовать себя человеком, да, вот если я вот так думаю, если я так выгляжу, если так общаюсь, если я так вот одеваюсь, это тогда я, да, то есть полная ассоциация. Если будет что-то не так, у человека будет возникать сомнение, да, я ли это или не я, вот. И это позволяет ему выбирать ту стратегию жизненную, которая, там, будет соответствовать его системе убеждений. Ну, например, если жизнь меняется, а система ассоциированных ценностей не пересматривается, да, то человеку может стать очень сложно жить, да, поэтому принципиальность, это, ну, вещь, она такая неоднозначная. Она, с одной стороны, должна быть, с другой стороны, периодически есть смысл какие-то моменты пересматривать. А по-прежнему ли вот эти мысли о мире и о себе актуальны, да, помогают ли они мне по-прежнему жить в этом мире? Или, возможно, какую-то часть нужно оставить и какую-то просто пересмотреть, вот. Вот, иначе жесткость структуры будет мешать в коммуникации в том числе. Это люди, которые, ну, мыслят в формате черно-белом, да, то есть, вот, либо ты со мной, либо ты против с него. При этом очень тяжело, то есть, надо понимать, что очень тяжело поменять именно вот, вот то самое, там, базовое отвращение. То есть, если у человека так вот жесткий такой взгляд, да, жесткие, жесткие ценности. Ну, самым, наверное, хорошим примером, да, вот, столкновение вот с таким вот черно-белым миром является, ну, кто, может быть, слышал, да, или, не дай бог, конечно, сталкивался, с вытаскиванием людей из сект, то есть, там одно лишнее слово, да, одно неверное слово в попытке объяснить человеку, и все, и ты уже над по-другую сторону баррикады больше не слышат, все. То есть, на этом все попытки что-то там объяснить закончены абсолютно. То есть, я однажды, однажды столкнулся с большим, хорошим описанием. Человек, у человека реально получилось вытащить, там, девушку свою из секты, но он для этого сам туда залез, то есть, чтобы там вот прям, как это, знать все, как, чего, да, кого, чтобы вот действительно проходить вот по вот этому самому лезвию ножа, то есть, ни в коем случае не нарушать, продолжать быть в коммуникации, и очень-очень постепенно. То есть, это долго, это нудно, это очень муторно, и это, ну, чуть шаг влево, шаг вправо, все, коммуникация закончилась. И не вернется, например. Ну, то есть, там, не очень понятно, за счет чего, да, эти люди начинают пересматривать свои эти ценности, что-то должно уж очень сильное случиться, наверное. Да, ригидность, она является базовой характеристикой вот такой эмоциональной реакции, да, так фиксированной. Ну, и человек, и человек с презрением, человек, который очень сильно любит эту эмоцию, человек, который привык, привык много, много всего сравнивать. То есть, а если так, если так, если так, если так, если так, если так, если так. То есть, с какой-то точки зрения, это очень аналитичная эмоция, Но, понятное дело, что главное, чтобы у человека были поводы для сравнения. Если при этом у человека достаточно хорошо развита детальность, погруженность в детали чего-то, то это чистейший аналитик и человек, который очень хорошо, эксперт, давайте, в том числе и эксперт. Человек, который в деталях разбирается, что лучше, что хуже, способен обосновать любой выбор, почему сделан так. Да, вот совершенно верно. Но, опять же, если его экспертность ограничена какими-то контекстами, вполне на логичных каких-то основаниях, то вопросов нет. Но бывает так, что человек является экспертом в таком контексте, который вообще непонятно, но при этом это позволяет ему чувствовать себя крутым. Как тот анекдот, там, а я стакан водки выпиваю, Андрей, не помнишь, хорошо так показывает? Не, не помню. Да, не важно. Ну, да. Если у человека что-то одно на всю жизнь является поводом гордости относительно всех остальных контекстов, это как бы, да, это на лице презрением отражаться может, но аналитикой не является. Но это легко видно. То есть, если человек внутри темы способен сравнивать, это одно. Если человек сравнивает тему, там, со всем чем-то другим, да, ну, это как бы показательный вид. Вот, ну что, что у нас еще из того, чего мы сегодня хотели сказать? Ну, есть ли какие-то вопросы? Давайте, пока, может быть, с вопросами вы собираетесь, да, немножечко еще про управление состоянием. И мы погружаться там в дебри не будем, потому что там в этом самом НЛП техник по этому поводу очень много, но, наверное, буквально там несколько, да, там самых таких вот. Если вы находитесь в каком-то состоянии, которое вам не очень нравится, ну, или не полезно прямо сейчас, да, постарайтесь это состояние опредметить в теле. То есть, с чем оно связано, с какими ощущениями. То есть, непосредственно там, непосредственно там здесь, вот там здесь, вот здесь, там вот здесь. Ну, то есть, неважно, где конкретно оно связано с какими непосредственно четкими, конкретными ощущениями в теле. Их размер, местоположение, что за ощущения. ощущения, после чего вы эти ощущения просто постарайтесь, это может быть не с первого раза получится, но потренироваться, да, старайтесь их просто как бы из тела выдавить, выдавить, вытащить, да, там перевести их в картинку, если бы это ощущение было картинкой, например, да, раз там, какой бы был образ, там, или в звук, вот, это самые простые такие способы, как вот эту самую лишнюю, лишнюю эмоциональность в состояниях снизить, снизить интенсивность, то есть мы сейчас даже говорим не о хороших или плохих эмоциях, да, о любых эмоциях, которые вот, ну, почему-то вас захлестнули и вам, например, некомфортно, то, да, вы можете через вот это, вот это ощущение и работу там с образом и звуком, да, просто там ощущение, образ звука, да, фактически мы говорим о модальности, перевод вот этого, вот этой эмоции снижает интенсивность, через вот такую диссоциацию. Вот, ну что, вроде бы, пожалуй, что все обозначили из того, что, из того, что заявлялось. Вопросы, мысли можете включать, там, если у кого-то есть по, ну, по аудиальному, да, давайте тогда, ну, может быть, писать кому-то там, как бы долго. Включайте микрофон, да, можно там задать вопрос так, голосом. Давайте я верну пока, наверное, верну всех. Вопросы, мысли, идеи. Спасибо, Мария. То есть, предполагаем, что, ну, все понятно, все структурно, как с этим можно работать, тоже понятно. Ну, да, давайте еще тогда, может быть, немножечко, немножечко, как бы, в этот, немножечко там в общих чертах еще, да, может быть, пройтись, ну, вот, то, что, то, что здесь говорили, да, там, ну, с распознаванием эмоций, да, мы про базовые сказали, про программу, которая вот эта самая, там, можно тренировать, тоже сказали в чатике. Ну, если что, можно у нас спросить, если вы ее там потеряли. Вот. Ну, соответственно, распознавать свои, да, там, внутри, хорошо, окей, да, там, это требует некоторого тоже навыка, распознавать чужие, это чисто визуальный навык. Управлять своим состоянием, тоже об этом сказали, и управление эмоциями, как управление взглядом на мир, и состояние, как, ну, собственно говоря, там у нас, опять же, тут те же самые, там, техники NLP, да, можно, можно, опять же, там, у нас есть большие бесплатные записи по этому поводу, там, стукнитесь, вот, либо, там, тот же самый, там, курс NLP практик, да, который дистанционный, все прекрасно, все классно. Угу. Он у нас стартует 22-го, да, вот, Андрей, там, на какой-то выходной день мая. 24-го, по-моему, да. 24-го, да, курс онлайн практик, где работа с эмоциями будет, ну, работа с эмоциями будет посвящена очень много времени, и там будет очень много технологий, которые там позволят работать с собой и с другими людьми достаточно глубоко. Про учет эмоций. Пишите, пишите нам, мы тогда просто подробно. Это дистанционный курс будет? Да, дистанционный. Про учет эмоций других людей тоже, это вот, ну, это, это и просто вот такое вот базовое, да, если мы видим, что человек вот с такой эмоцией, в каком состоянии, да, там, ну, то это как бы одно, да, если там можно переключить, это другое. Если, опять же, там, если мы глубоко залезаем, вот, с те самые идеи профайлинга, да, там, как нам понимать вообще, как человек думает, то тоже это, это тоже к нам, это, опять же, есть и большие бесплатные видео, да, и, опять же, есть дистанционные курсы, пишите, пишите в личку. Вот, хороший вопрос, если говорить о... Вопрос, да, о распознавании эмоций. Да, если говорить о развитии эмоционального интеллекта, с чего начинать, да. Вот, давайте, вот, как-то, давайте вот с этих, наверное, вот пунктов, которые есть сейчас, да, то есть, что нужно, что нужно, там, фактически в ближайшее время, да, там, исходя из ваших потребностей, там, больше понимать, что люди думают, чувствуют, да, тогда, наверное, вот распознавание эмоций. Если больше управлять своими состояниями, ну, тогда, значит, управление своими состояниями. Это же и приведет к пониманию себя тоже, если мы, там, знаем за себя, что нас эмоции, там, колбасят, и мы, ну, не контролируем, да, хотим ими управлять, но распознавание своих часть управления. Потом, что еще, хотим влиять на эмоции других людей, ну, окей, тоже, значит, надо их сначала определить, а потом вот, вот эти самые эмоциональные переходы, да, и, ну, и в том числе, некоторая собственная гибкость эмоциональная. Мы сейчас в конце еще, наверное, упражнение соодно дадим, такое веселенькое по эмоциям, сейчас по вопросам закончим. Ссылку в чат клуба на бесплатные видео по теме. Да, Ирина, обязательно скинем в чат клуба, кто не в клубе, либо в чат клуба записывайтесь, да, либо на этот. Вот, ну, Анна, художественные фильмы про, именно, про вот этот, там, Яку, ну, есть, есть замечательный сериал «Обмани меня», то есть, вот, про распознавание эмоций, там, и невербальных сигналов, и коммуникаций, ну, там, правда, все больше с упором на ложь, на выведение на чистую воду, да, но, тем не менее, там изрядное количество вот этого всего есть. А вот, например, фильмы про профайлинг, то есть, так, чтобы глубоко разбираться в том, как человек думает, я, если честно, что-то не знаю, надо бы подумать, поискать. Ну, да, я тоже ничего не могу сказать по этому поводу, все-таки про профайлинг вот в таком виде, как сейчас он начинает раскрываться и выходить в практическое применение для, фактически, для повседневного использования, ну, малая информация по нему еще есть, поэтому, наверное, в фильмах еще его никак не отразилось. Про NLP тоже нет, к сожалению, вот, наш, наш, он упоминается, там, местами где, там, так, чтобы прям, к сожалению, нету. Вот, и обещанное в конце упражнение, да, возьмите себя и кого-нибудь из тех, кто есть у вас здесь, да, ну, как бы с вами, да, там, друзья, знакомые. Андрей, можно, одну минуточку, Анна, я попрошу вас, вы можете сбросить ссылку на чат бизнес-клуба по просьбе Марии? Да, есть такая возможность? Еще раз в чат, ага. Ну, не совсем будет на чат, просто в чат я могу добавить по номеру телефона, я добавлю так, ну, да, хотя бы в соцсети, да. Да, 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 да. Спасибо. Там можно, да, там можно в Фейсбуке подробнее. Да, да. Дальше уже там. Спасибо большое. Да, отлично. И туда же, туда же в чат мы скинем вот эти вот, то, о чем мы упоминали. Вот, материалы. Вот, упражнение. Первое. Возьмите эмоцию, которая в другом человеке по отношению к вам, вам не нравится. Ну, то есть, когда, например, на вас гневаются, да, вы там теряетесь, не знаете, что делать, да, или там, когда, когда на вас смеются, да, там, например, тоже там что-то такое, да. То есть, эмоция, которая, когда вы ее видите, вам почему-то не нравится, как это происходит. Попросите второго человека ее показывать. Вот здесь нужно будет немножечко потренироваться. Ну, благо есть картинки, да, то есть, чтобы он там правильное лицо сделал с этой эмоцией. Вот, а потом возьмите и подумайте вот что. Какая, с вашей точки зрения, на эту эмоцию другого человека самая неадекватная эмоция? То есть, она не обязательно противоположная. То есть, у вас, ну, ваш личный должен быть какой-то там в голове, да, ваша личная идея на тему, как неадекватно. То есть, если на меня, например, орут и гневаются, да, что для меня является неадекватным? Причем, может быть, все, что угодно. Здесь реально нет ничего противоположного или полярного, да, то есть, здесь исключительно субъективное впечатление. Вот то, что вы считаете самым неадекватным, то и используете. И после этого просто вы, опять же, тренируетесь эту эмоцию на лице удерживать, ну, так, чтобы, чтобы честно, подольше, да, чтобы она прям даже практически отзывалась внутри. И после этого вам с вот этим вот человеком нужно, он, например, вам показывает гнев и держит. А вы показываете неадекватную эмоцию и держите. Это будет тяжело. То есть, у вас будет лицо сползать, возвращайте его, у него будет сползать, пусть он тоже возвращает. Если у вас есть третий, который бы вас обоих в этом месте там помогал, ну, это было бы идеально, да, но можно и так. И через какое-то время у вас там в голове что-то такое перещелкнет немножечко, вот, и вот после этого у вас эмоциональная гибкость прям немножечко повысится, даже скачком. Какое-то время будет в голове вот такое вот состояние. В голове в этот момент будет происходить то, что называется коллапс, коллапс викорей, потому что у вас есть привычные эмоции, на которые вы реагируете у других людей, да, некоторый триггер, да, и у вас есть привычная реакция, да, на этот триггер. И, соответственно, когда вы выбираете что-то другое, вы создаете дополнительные связи между вот этими тремя точками, да, я вижу, на что я реагирую, я знаю, как я обычно реагирую, и я, например, отреагирую вдруг неадекватно, да, то есть вы рушите привычную стратегию реагирования, тем самым расширяя вообще варианты реакции, и тогда у вас появится реакция под контекст, да, то есть вы перестанете быть зависимы от одной стратегии. Фактически вы развиваете в себе вот в том числе вот ту самую там эмоциональную гибкость, да, и непривязанность к вот тем самым эмоциональным стратегиям однозначным, да, то есть только так, только так. Вот, ну, соответственно, вы и как-то лучше их, лучше их, естественно, лучше ими управляете, да, лучше, лучше понимаете, ну, и гибче, и меньше залипаете в эмоциях после вот таких вот упражнений. Вот, ну что, тогда получается все. Да, мы рассказали все, что хотели вам рассказать. Если вопросы появятся дополнительно, ну, пишите нам в личку, всегда ответим. Ссылки тогда мы бросим в соцсети, да, Андрей, да, и в чат. Ну, тогда, тогда все. Тогда спасибо вам большое за участие. Всем, всем до новых встреч, да, рады всех были видеть, слышать и читать. Да. Спасибо вам большое, ребят, как всегда, очень интересно. Супер. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пока. Пока.